Всем привет, меня зовут Ренат, добро пожаловать на канал. Пару лет назад я записал видео о том, как получить визу талантов в Великобританию. Тогда эта виза еще называлась Tier 1 Exceptional Talent Visa, или виза исключительных талантов. Именно по этой визе я попал в Великобританию в 2017 году. Это видео оказалось очень полезным, но с тех пор визу переименовали и требования изменились. К тому же, как выяснилось, у вас осталось много вопросов. Поэтому я решил записать новое видео с учетом появившихся требований. Это видео будет полезно тем, кто хочет попытать свои силы и самостоятельно собрать документы, не переплачивая большие деньги агентством. Что дает эта виза? На мой взгляд, виза Global Talent UK это самая лучшая виза в Великобританию, так как она дает вам право легально работать где угодно и кем угодно на территории всего королевства. За исключением, вы не можете работать профессионально спортсменом и врачом, так как у них там свои визы и свои требования. Вы также можете спокойно менять место работы, не предупреждая об этом в Home Office. Вы можете спокойно визжать и выезжать из страны. Вы также можете перевезти туда свою семью. Эта виза, в отличие от других виз, не требует подтверждения финансовых доходов и знания английского языка. Кто может получить эту визу? Эту визу могут получить специалисты из трех сфер. Это наука, куда входят медицина, инженерное дело и гуманитарные науки. Это искусство и культура и цифровые технологии. В каждой из этих сфер свои требования, и каждая из них требует от вас четких доказательств успешности. Я получил эту визу в сфере цифровых технологий, так как я закончил университет в Оксфорде по специальности информационной технологии. Много лет жил в Англии, работал с британскими компаниями, а также поехал в Великобританию развивать свой технологичный стартап. Моя жена Амина, она автоматически получила такую же визу, с небольшой пометкой, что она зависит от меня. Если у вас есть дети, то они тоже автоматически могут получить такую же визу. Итак, давайте поговорим о требованиях. Если раньше эту визу могли получить всего 2000 человек каждые полгода, то сейчас это ограничение убрали. Если вы проходите по всем требованиям, то они вам обязательно выдадут эту визу. Стоимость визы в 2021 году составляет 608 фунтов. Это 456 фунтов на рассмотрение вашей заявки и 152 фунта за саму визу. Один из больших плюсов изменений – это то, что добавилось больше категорий. Например, в цифровых технологиях появилась категория финансовых технологий, или сокращенно финтек. Более детально обо всех категориях я расскажу в следующих выпусках, поэтому подписывайтесь на наш канал. Кстати, этот канал мы начали в Лондоне с моей женой Аминой. Именно отсюда пошло название «Запугорщики». Как получить визу? Чтобы получить визу талантов в Великобритании, вам необходимо собрать документы, оплатить сборы, заполнить анкету и отправить все эти документы в стороннюю организацию, которая будет рассматривать вашу заявку. Все это делается онлайн, и вам не придется ничего отправлять по обычной почте. Вы спросите, а с чего начать? Для начала вам нужно вспомнить о всех ваших профессиональных достижениях и заслугах, все интересные проекты, в которых вы участвовали, награды и статьи в СМИ о вас, участие в роли жюри в конкурсах. Все эти достижения нужно будет подкрепить доказательствами в виде сертификатов и ссылками на статьи в изданиях или на сайтах. Существует два типа визы. Это Exceptional Talent и Exceptional Promise. Exceptional Talent подразумевает, что вы уже всемирно известный лидер в своей сфере. А Exceptional Promise – это если у вас есть потенциал стать таковым. Требования у второго типа намного легче, поэтому, когда будете подавать на визу, я рекомендую подать именно на Exceptional Promise. Сколько занимает процесс? Мою заявку рассматривали чуть меньше месяца, но сейчас вам могут ответить практически на эту же неделю. Когда вашу кандидатуру одобряют, то вам на электронную почту приходит письмо от Home Office. Вы его распечатываете, и с ним приходите в посольство Великобритании. Заполняете там форму, прикрепляете письмо, и оставляете свой паспорт. Вам выдадут временную визу сроком всего лишь на один месяц, но не пугайтесь, эту визу вам дают лишь для того, чтобы вы смогли въехать в Великобританию. Поэтому вам нужно быть готовым к вылету в Великобританию в течение первого месяца после получения визы. Как прилетите, вы получите новое удостоверение или Residence Permit, а по-русски это вид на жительство, в полицейском участке, который вы указали в анкете, когда заполняли ее. Я указал полицейский участок в центре Лондона, так как мы именно там снимали жилье. Стоимость. Стоимость визы зависит от ее срока. Вы сами выбираете, на какой срок хотите получить эту визу. Если вы планируете получить гражданство в Великобритании, то выбирайте максимальный срок, а именно на 5 лет. Если вы подаете на визу не из Великобритании, а с какой-то другой страны, то максимальный срок составит 5 лет и 4 месяца. Но помните, что за каждый год вам нужно платить обязательную медицинскую страховку, которая стоит 624 фунта за год. То есть, если вы подаете на визу сроком на 5 лет, то медицинская страховка будет стоить вам 3120 фунтов. Сама виза стоит 608 фунтов. Но помимо визы и медицинской страховки, посольство Великобритании потребует от вас снимок на туберкулез, который можно получить только в одной или там в двух частных клиниках вашего города, которые одобряют посольство, который будет стоить вам примерно 100 долларов. Также учитывайте, что если вы едете в Великобританию не один, то вам придется оплатить визу, страховку и снимок за каждого члена семьи. Получается, если вы едете в Великобританию на максимальный срок на 5 лет, то все это будет стоить вам примерно 3800 фунтов. Надеюсь, это видео было полезным, и оно поможет вам стать на один шаг ближе к цели. Если у вас остались вопросы, то вы можете задавать их в комментариях под видео. Если вы хотите личные консультации от меня, или вам нужна помощь со сбором документов, то можете перейти по ссылке и связаться со мной. С вами был Ренат. Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова